Двое раненых, один из которых может оказаться инвалидом. Таков итог разборки в Центральном парке Сырагаша в ноябре прошлого года. Чтобы доказать свое превосходство, учащиеся в школе имени Мухтара Уэзова применили обрезы. Ты знал, что с собой нельзя носить огнестрельное оружие? Да, знал, я не носил. Ты же сказал, что нашел обрез. Да на том же месте нашел, но с собой не носил. А ты знал, что в обрезе есть пули? Нет, не знал. Это далеко не единичный случай подросткового криминала в Сырагашском районе. В одном из сел десятиклассник, угрожая ножом, ограбил таксиста. Другой школьник и вовсе убил мужчину, который согласился его подвезти. Полицейские говорят, что не знают, как остановить рост числа подобных преступлений. Мы не можем принять меры даже в отношении родителей этих малолетних преступников. Такого закона нет. Мы можем только выйти с предложением в сельские акиматы, чтобы они на местах провели беседу с родителями, чтобы те контролировали своих детей. Семеро подростков, которых вовремя не проконтролировали, сейчас ожидают суда в изоляторе временного содержания. А директора школ, в которых они учились, уже привлечены к ответственности за плохое воспитание детей. Мы дали предписание. Директора четырёх школ были уволены. Также уволены некоторые завучи по воспитательной работе и классные руководители. Ещё четыре директора во избежание наказания ушли на больничный. И пока к ним мы не можем предпринять меры. Раскритиковали прокуроры и работу школьных инспекторов, а пока сами отправились в ночные рейды по аулам. Только в ходе одного из них выявлено более 300 детей, разгуливающих ночами без родительского присмотра. Продолжение следует...